Всем привет! Мы с мужем решили выбраться, прокатиться. У нас тут дома небольшие непроблемы, не знаю как сказать. В общем, нам на три дня отключили воду и канализацию. Сказали не пользоваться ни водой, ни канализацией. Я-то вчера еще днем дома отсидела. Канализацией нельзя пользоваться с полдевятого утра до полпятого вечера, потому что ведутся работы в подвале. А сегодня мы вдвоем без канализации. И завтра еще третий день. Мы решили в магазин Баухов съездить. Но там, пошучу конечно, там есть туалеты. В общем, это шутка юмора. Там сегодня прочитала, что продают землю со скидкой. Я уже хочу на весну купить. Хороший грунт его очень хвалят. В 60-литровых пакетах я хочу его купить. А сейчас я иду получить посылку по комат. Баллок 954-149. Так, ящик открылся. Пришла посылка. Какая-то легкая. Я забрала посылку и иду к машине. Там Даня должен разогревать. Нас тут пригласили на отпраздновать эстонское рождество. В декабре месяце. Католическое, лютеранское. У мужа семья, родственники эстонцы. И вот они нас пригласили на рождество. Так как компания собирается большая. И каждому подарок, как бы не подаришь, кинули жребий, кто кому дарит подарки. И до определенной суммы подарки. И никто не знает, кто кому дарит подарки. Только мы с мужем знаем, кому мы дарим подарки. Я дарю подарок его двоюродной сестре. А он родственнице, которого я никогда не видел. Она ему... Жена племянника, короче, что-то вот так вот. Жена племянника. Я-то подарок уже... Вот он, я его получила. Свой. Я так вкратце посмотрела. Я плохо знаю его сестру двоюродную. Ее страничку на фейсбук. Она любит готовить. Вот я тут купила. А он голову ломает. Что подарить незнакомому человеку? И вот, в общем, я говорю, да Даня еще месяц до праздников. А Даня со всей ответственностью к этому подходит. А все вор. Не знает, что подарить молодой женщине-родственнице. О, начищает. Вот, видите, у нас чего-то троит, копает. И мы сидим без канализации. Здравствуйте всем. Я здесь. Занят делом. Чистит, греет машину. Заехали заправиться. Так вот, муж теперь голову ломает. Чего дарить и оттенится. Которую никогда не видел. Ну, нас пригласили на Рождество. Обещает, весело и вкусно. Дизель сегодня евро пятьдесят семь. Ну, и вот он сидел в интернете, выбирал какие-то подарки. И везде сердечки. Love is. В общем, он со всей ответственностью отнесся. А я-то посмотрела, что человек любит готовить. Ну, и купила набор специй. Такой в подарочной упаковке. Ну, еще там кое-что доложу. Так что, Даня, это... У мозг кипит. Я говорю, еще месяц, еще успеешь что-то купить. Так что, вот мы поехали. Дома делать абсолютно нечего. Я вчера целый день просидела. Ни воды, ни канализации, ничего не поделаешь. Один раз робот-пылесос запустила и весь день провела у телека. Вот. И сегодня, хоть он меня тут выгулиет немножко. Ну, да. По скидкам у меня евро 50 вышло. Евро 50 по скидкам. По скидкам евро 50, если выше. А я сегодня тоже писала письмо Деду Морозу. Подарков назаказывала. Целую кучу. Дед Мороз. Сидел, гримасы строил. У нас прям зима зимняя. Снег сыпет. Минус 4 на улице. И ехать прям даже как-то так скользко, да? У нас немножко подешевело топливо. Чуть-чуть совсем. Подешевел сахар. Был все время евро 19, евро 29. Тут я купила по 98 центов. А в Лидли так вообще была акция по 75 центов была. Но мы не купили. Чуть-чуть подешевело молоко. Но такое, которое вот в пакетах, которое было самое дешевое, оно было по 75 центов, стало 57. Масло сливочное. Оно такое, оно какое-то, вроде 82% жирности, но оно лежит в холодильнике и не замерзает. Вот знаете, как рама вот эта будет. Какое-то оно нехорошее. Но мы купили хуторское. Хуторское 15 евро килограмм стоит. А так вроде никаких снижений больше ни на что не только поднимается. Мясо гораздо дороже. В общем, все дороже стало. А вот сахар, да, я даже 4 килограмма купила. Тушу. Вроде варенье все закончилось. Думаю, ну пусть будет. А в Лидли то по 75 центов был сахар. Но мы туда не ездили. Сейчас мы едем в Балков. Говорят, там сейчас земля хорошая продается. Надо купить мне в весне. Вот у нас такие рождественские скидки. Набор инструментов, которые мы купили за 305 евро. Вот, месяц назад, да? Профиклуд. Ага. По карте 431. Со скидкой. Мы за 305 купили. Вот такие вот скидки. Ну и так на все. Ну вот эту, наверное, возьмем. Пакетов 5. На дачу увезем в теплицу, кинем, да? А по весне заберем. По 3 евро, считай. 60 литров. 5 этих тоже, да? Ну штук 5, да. Какой-то садовый. Ну и что? Да. Закаменели. Ну уже залепло все. Ох-ох-ох. 5, да? Да, 5, ага. Ну давай 6. Земли мало не бывает. 3 на 6. Хорошо. Ой, супер. Заодно на дачу съездим, проверим, что там у нас творится. И земли отвезем. Елочки голубые, красивые. А в магазинах потом к Новому году такие же будут по 6 евро продавать в горшках. Что мы и сделали, и купили. Я говорю, несколько лет назад за такие деньги я телегу на воза купила. Так помнишь? За 2 или 3 года его растаскивала. А сейчас вот 6 пакетиков земли. Здесь тоже елки украшают, что ли, он стоит, там вышка. Ну да, что-то вешает. Ну они же эти же елки и украшают, которые тут стоят. А нам-то привезли елку. Ух, Лоярви. А здесь, да, он, по-моему, игрушки вешает на них. Вот справа здание. Это раньше была телефонная станция. Здание полностью реновировали и снутри, и снаружи. Сейчас этот центр, по-моему, этих айтишников, да, обучают? Да, школа айтиш. Школа айти. Ну, такие станции, телефонные раньше во всех городах были. Здесь так вот ее реновировали, красивая стала. А мы направляемся в магазин, магазин. Мне нужны емкости. И хочу высокий цветочный горшочек еще. Везде уже все новогоднее продается рождественское. Игрушки, куколки. А бедный муж ищет подарок незнакомой женщине. Всю голову сломал. Юти-бузики мой. Он уже в коробочку нашел, в что положат. А подарок не может придумать. Мы сейчас в Вихве находимся. Мне все время говорят, где у вас народ. Вот. ходит по дорогам, ездит по дорогам, в магазинах, везде. Ну, вот сейчас день. Рабочий день. Рабочий. Пол первого. В какой магазин не сунься, везде какие-то очереди. Вон парковка перед магазином забита. Вреди народ. Рабочий день. Я когда по улице или где-то хожу, я стараюсь ловить такой момент, чтобы никого не снимать. Потому что у нас люди не любят, когда их снимают. А сейчас я в машине сижу, никого не боюсь. Что мне скажут, меня не снимайте. все парковки, вон, все занято перед магазинами. Это у нас не так давно отстроенный новый торговый центр Парги Кескус. У него, наверное, года три или четыре. А, он как раз построили его перед ковидом. А муж опять пошел подарок искать. Даже припарковаться проблемно бывает. Парковку найти перед магазином. О, она платная стала, что ли? А, ее надо сейчас везде часики вешать. Она стала, да, платная. Но какое-то время бесплатно. У нас вот такие вот часики. Мы ставим время, во сколько мы приехали. Потому что определенное количество времени не бесплатно. Сейчас такие есть электронные часы. Но у нас в Вихиве всего две платные парковки. Поэтому мы пока электронные не купили. Пользуемся такими. Не так часто приходится их использовать. Вся стоянка занята. Народ весь в магазинах. Пешком никто не ходит. Сейчас мы подъехали в Лидл. Тоже ставим часики. Потому что здесь тоже полтора часа бесплатная парковка, потом платная. Вставляем часы, берем тележку, идем в магазин. У нас в Лидле вон какую плоскую капусту продают. Первый раз такую плоскую вижу. Большие печаны и вот плоские декоративные тыквочки. А я возьму мускатную. Цена на лук, конечно, вкусмар. 4 евро килограмм лук. Тыква вот сегодня 99 центов. Так-то она около 2 евро стоит. Зашли в Лидл, как всегда. Минимум сороковник. Надо, не надо. Что-то там купили. Все, едем домой. Где нет, где канализация не работает. Мы поехали на меня. Бру, на дачу. Нам же надо землю выгрузить. Конечно. И проверить. Движимое, недвижимое. Ворота до сих пор не сделаны. То есть, ну, сам за сторожа каждый день ездит, проверяет, все ли там в порядке. Да, поставщик задерживает на 3 недели. Где-то там за чертой, Где-то там за чертой рассветною Ждешь менять, не считая, бедный мой. Но не надо напрасно тревожиться, Все у нас по-хорошему сложится. Мы с тобой по такому случаю Телефоны свои Отключим все Буду нежную, я буду ласковой Буду ласточкой, солнышком, сказкою Будет утро, а может вечер Мы выдружаемся И плеится все Перетащим Крыша стоит Нормально Солнышко прям сего дня А завтра плюс 5, сказали, будет Ну, наверное Пасмурно будет Со снегом, потому что Опять С проверкой Хозяйка на месте Хозяин тоже Думаю, кто тут разговаривает Потому что там камеру включает В общем, пока муж думает Какой подарок подарить Незнакомой женщине Я купила вот такой набор специй Мне прислали его из Нарвы Увидела объявление на фейсбук Вот 8 специй Вот такая вот Шкатулка Крутящаяся Здесь все И черный И паприка Хмели, сунели, чеснок Чили Розмарин Шафран Приправа универсальная Имбирь Ну, хороший подарок Как вы думаете? Женщина, которая любит готовить Я думаю, мне бы понравилось Мне бы понравилось Я думаю, ей понравится Но я еще набор Кухонных полотенец положу туда Блин, 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 блин Я тоже такой захотела Удобные такие емкости Я тоже такой захотела В общем, приехали мы домой Сейчас покажу, чего купили Время полчетвертого У нас уже просто темно Даже вот Свет на кухне горит И тут у меня лампочка подсвечивает Темно Поэтому В темноте Так, или мне фонарь включить Не буду В общем На 38 евро 10 центов Мы съездили в магазин В Лидл Сейчас покажу Что купили Что купили Я цены практически помню Поэтому буду так говорить Вот Два огурчика Они по 65 центов Один огурец Он 250 грамм Каждый огурец 250 грамм По 65 центов Купили мой любимый Вот такой вот Подкопченый сыр Я уже говорила Про него Он по консистенции Похож на творог Я даже сейчас открою Потому что я даже Вот Понюхать его хочу Он мне очень нравится С кофе И он как Плотный творог Он недорогой По-моему Килограмм Что-то 6 чем-то евро Стоит А здесь 275 грамм Так что тут Ну примерно 2 евро Наверное Он стоит Мне он очень нравится Вот он даже такой вот коричневый Пахнет копченым Копченым сыром Пахнет И я вот Его он такой Рассыпается Просто как плотный творог Вкусные Вкусные вообще Вот он такой Только в Лиде Продается Вкуснянский Вкуснянский Мне захотела печень А были упаковки Здесь на 305 Захотелось мне Раньше делали Какие-то оладушки Из печени Вот этот вот Тортик майонезный Там с морковкой Из печени Так вкусно было Сейчас я такое не хочу А вот Жареную хочу Но все-таки Я люблю говяжью Куриную Что-то свиной взяла Не знаю В общем с печенью Сегодня Полтора килограмма Печени Купили вот Говяжий гуляш 7 евро Килограмм 7,18 по-моему Где-то так Две упаковки По полкило Часто в Лиде Говядину покупаем Она как-то там Подешевле Чем везде Бывают Скильки очень хорошие Тыковку купила Мускатную Прямо вот Пристрастилась К мускатным тыквам У меня еще одна Вот лежит Запеченная С выходных Я ее еще не съела Купила вот эту По 99 центов Обычно Мускатная тыква Уже как-то подороже Вот такие вот хлебцы Вот я люблю Покупаю Вот такие вот Я вместо хлеба Вот их употребляю Вот такие хлебцы Два с чем-то стоит Упаковка Здесь 300 грамм 300 грамм 2 евро 2,20 по-моему Вот так вот Купила За 100 лет Не ела Курицу копченую Я не знаю А тут сегодня Еще и скидка На нее 30% И она Вот 7 евро Килограмм А была 10 Была 10 7 евро Килограмм На 2,90 Вот кусочек Может салат Или что-то Сделаю Кстати Была еще Индейка Тоже Такая же Это Филе Куриное Купила Колбаска Докторская Не знаю Муж захотел Он любит На завтрак Пожарить Кусочками На хлеб Ну просто Колбаса Была она 7 евро Килограмм А Сколько Здесь Кстати Вот это Вот Нео Нео Это Эстонская Фирма Нео Эстонская Значит Колбаса Эстонская Хотя Магазин Лидл 12 января Докторская Доктор 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 Докторская Колбаса Эстония Доктор 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 400 грамм 2 евро 19 центов Палочка 400 грамм Докторской Колбасы Ну Докторская Уже не такая Докторская Какая Была Раньше Пиво Муж Себе Купил Пиво Он Вот Такое Вот Сейчас Пьет Вот оно Нефильтрованное 99 центов Пол-литра Стоит В Лидле Оно Говорит Там Немножко С таким Лимончиком Ну В общем Как-то Он Вот Он Его Стал Пить Говорит Голова Не болит При баночке Взят Так Что Ещё Яйца Эмочка Ну Кстати Эмочка Была Даже Покрупнее Чем Илечка Евро 60 Яйца У нас Стоит Цицаки Соус Цицаки 99 центов Это Греческий Йогурт С солёным Огурцом Я его Бывает Там Или в Ход-доги Или в Шоуруму Или так Салатик Куда-то Кладу Можно Вот На Вот Эти Сухарики Что я Покупаю С ними Он Этот Вкусный Цицаки Да 99 Центов Стоит 99 Центов 250 Грамм Цицаки Греческий Йогурт Тоже Его Вечером С вареницем Бывает Он Кстати Недорогой В Лидле Если Везде Сейчас В магазинах 400 Миллилитров Баночка Стоит Где-то Евро 29 Здесь По-моему 99 89 Центов Стоит Две Баночки Взяла Хороший Йогурт И Вот Такой Козий Сыр Он Сегодня Был Со Скидкой Так То Он 3 Евро Баночка Стоит Тут 2 С чем То Стоило Он Так Сказать Как Намазка Такой Жидкий Вкусный Козий Сыр Я Люблю Козий Сыр Козий Сыр И Какой Какой Вот Такой Взяли Сыр Он Был По Скидке 30 Процентов Была Скидка Он 3% Лена Моя Подписчица Мы Тут С ней Общались По телефону Но мы Давно Уже С ней Общаемся Она Сюда Приехала В Эстонию Жить Она Мне Сказала Новый Рецепт Сала Это Обычное Сало Посоленное Режете Кусочками Режете Кусочками Ну Какие 5 Миллиметров 7 Миллиметров Ну Вот Этот Замороженный Кусочек Уже Который Посоленный Обильно Его Посыпаете Луком И Добавляете Туда Немножко Уксуса Все Перемешиваете И С хлебушками Едите Так Вот Мы Сейчас Ели Суп У Меня Был Красный Лук С Дачи Привезла Последние 4 Головки Он У меня Лежал Нарезанный И Немножко Там Подсолнечного Масла Было И Уксус Как Маринованный Лук Я Сало Кусочек Небольшое Нарезала Засыпала Этим Луком Маринованным Лена Это Такая Вкуснятина У Меня Муж Дойдал Остаточки Сидел С тарелочки Сцискабливал Этого Лука С этим Салом И Сказал Вообще Вещь Я думала Он Есть Ник Это Очень Вкусно Сало С луком И С уксусом Да Идет Запах Шашлыка Потому что Маринованный Лук Пахнет Я пока На стол Накрывала Тарелку Это уже Поставила Даня Говорит Это Что Такое Я говорю Вот Новый Рецепт Сало Как Надо Есть У Мяу Только В пути Говорит Слушай Это Очень Хорошая Будет Закуска Под Водочку Водочку Не пьет Но Закуска В общем Вот Лен Спасибо Век Живи Век Учись Мы Обычно Сало Ели Как На хлебушек Горчички Сало И с чесночком А тут С луком С уксусом Но у меня Еще Немножко Масла Было Там Растительного Потому что Лук Замаринованный Был Но Лук Надо Суда Сладкий Ну Вот По мне Так Кажется Или Вот Если У вас Острый Лук Нарезать Его Отжать Вот Эту Вот Горечь Это Вкусно Вообще